Здравствуйте, всем участникам прямого эфира. Мы ждём главного гостя. Мы ждём Александра Геннадьевича Кимова. Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Александра Геннадьевича Кимова в эфире. Александр Геннадьевич, я сегодня только утром узнала, что сегодня день рождения вашей дочери. Очень рада вас поздравить. Вы знаете, это тоже ещё одна ваша ипостась, потому что родители — это первый гуру, и это начало образования. Поэтому мои поздравления, вас и вашу супругу поздравляю с днём рождения вашей дочери, вашей дочери, естественно, поздравляем всех благ ей. Но я думаю, у неё и так замечательная карма, потому что она родилась в такой потрясающей семье. И знаете, я бы хотела, наверное, знаете, с чего начать, что я всю жизнь в сфере образования, и мне очень важно, что там происходит. И очень важно, что… Простите, я волнуюсь. Я не ожидала, что я буду так сильно волноваться. И мне очень важно, чтобы реальные люди сегодня спросили, задали реальные вопросы. Поэтому я буду даже озвучивать имя, даже буду озвучивать с их позволения, что это за люди, откуда они. Потому что это действительно крайне важно. В образовании мы все присутствуем, но легко ли быть молодым, легко ли быть родителем, легко ли быть вообще таким, кстати, неравнодушным человеком в этой сфере. И лучше, чем гуру, мне кажется, никто не ответит на этот вопрос. И вот нам представился просто потрясающий шанс. Вы любезно согласились принять участие в этом прямом эфире. И мы попробуем со всех сторон озвучить эту тему. Итак, можно ли такой первый вопрос к вам достаточно личный? Скажите, пожалуйста, в течение вот этой вашей долгой жизни кто был для вас примером учителя? И какие качества в этом человеке вас… За что вы его любили, за что вы его уважали? Ну, в течение жизни у человека может быть много учителей. Много учителей. Так и говорится древними людьми, что каждый человек, который встречается у нас в жизни, может быть нашим учителем, в чём-то. Мы можем учить угодно. Это вопрос как бы в позиции нашей личной позиции. Например, современный мир, он как бы не принимает эту концепцию ученичества, только время это принимает. Вот отучился, получил диплом, больше ты не ученик. Да-да. А древние мудрецы говорили, оставили нам наставление, что нужно учиться всю жизнь. И вот в этой позиции мы можем увидеть, что у человека очень много учителей в жизни, очень много полезных вещей можно получить. Я не всегда, конечно, знал об этой древней традиции. Я не подозревал об этих традициях ученичества. Но это главная вещь, потому что, собственно, смысл нашей жизни человеческой именно в том, чтобы учиться, обучать других. Только две функции, которые включаются в нас. Учитель обучает других. Да, самое лучшее — учиться и обучает других. То есть, одновременно, ученик, одновременно я учитель. Если я услышал истину, я должен передать её. Ну и в моей жизни были учителя в школе, например. Я помню до сих пор многих, которые очень сильно мне помогли. Их доброта особенно я помню. Знаете, были такие сцены очень трогательные. Эпизоды моей жизни школьных лет. Мне встречались очень редкие люди. И я думаю, удача была в моей жизни, что я встречал таких людей, удивительно заботливых, с такой, вы знаете, энергией материнства и отцовства. И вот эта энергия материнства и отцовства является основой для обучения в школе или дома, или в институте, или в духовной жизни. Это всегда отцовство и материнство. Как мы духовника называем отец. Да-да. Александр, отец Михаил и так далее. Это отец. А отношения именно отцовства. Это и есть отношения учитель-ученик. Ну и в моей жизни был также учителем в искусстве, были в области искусства, о котором я очень благодарен и вспоминаю сейчас. С большой благодарностью их. Затем у меня были учителя, как ровесники, с которыми мы искали какую-то истину, обсуждали, спорили. О многом научился, конечно же, у них. Многом научился от собственного разума. Мне дан разум как человеку. Разум тоже мне что-то говорит, тоже чему-то учит. Моя совесть, собственно, тоже есть. Учитель внутри меня тоже присутствует. Особенно, чему я благодарен по жизни, особая удача в моей жизни, это мой вечный духовный учитель. Я встретил 35 лет назад, который дал мне даже посвящение, дал мне наставление. Эти отношения у нас с ним вечны. Это необычная душа, это редкая была возможность в моей жизни. И мне в этом смысле сильно повезло, что я встретил вот таких личностей и духовного учителя. Вот вкратце, что я могу сказать об этом. Потрясающе! Спасибо, что вы поделились такой очень личной, очень трепетной информацией и об учителях, и в школе, и в сфере искусства, и в духовной жизни. И, знаете, так радостно, что вы всегда знаете и помните об этом. Вот это ваше настроение ученика, оно очень ценно. Спасибо вам большое. Вот такой вопрос будет от Асель Айджанова, кандидата философских наук, ассоциированного профессора. У нас такие люди самые разные. Она из Караганды. Как определить молодёжи свою природу? Она очень-очень трепетно думает о молодёжи. Как определить молодёжи свою природу? Можете ли вы дать критерии, по которым человек может себя найти, найти свой путь в жизни? И как образование может им в этом помочь? Это очень хороший вопрос. Да. Образование может помочь, конечно же, и должно помочь каждому человеку найти себя. Это самое главное. Но образование может и сильно навредить. Например, если образование создаёт какие-то догмы и стереотипы, оно становится препятствием на этом. Но вот сегодня, к сожалению, как бы это не редкость, отсюда и возникают наши вопросы современные. Как молодёжи помочь найти себя? То есть мы что-то... Потому что природа человека, она уже присутствует в нём. Понимаете? Есть. Нужно только принять её. Давайте рассмотрим, почему трудно принять эту природу. Почему? Мы отвергаем собственную природу. Одна из проблем современного мира, что мы устанавливаем какой-то стандарт престижа в обществе. Вот скажем, престижно быть бизнесменом сейчас, богатым человеком. А вот бедным непрестижно быть. Вот дворником непрестижно быть, да? И вот куда мы сейчас все устремимся с вами? Вот моё бытность, когда я в школе ещё учился, было очень престижно стать космонавтом. Потому что тогда в космосе были герои, самые передовые герои мира были космонавты, понимаете? И нам внушали, что нужно быть героем, вот учиться нужно у космонавтов. И мы все мечтали быть космонавтами. Кому не лень вообще, понимаете? Я тоже. Никто не стал космонавтом. Это был стереотип. Ну, добавляющий стереотип, конечно, был красивый стереотип, но не применим к каждому. Не нужно каждому быть космонавтом. Вот ещё вопрос, понимаете? И эту престиж делать не нужно. И вот древние мудрецы объясняют, что есть природа людей, она делится на какие-то… классифицируется, знаете? Природа классифицирована хорошо очень. Она разумна. Среди людей есть простые рабочие, есть бизнесмены, есть управляющие классы, есть духовенские учителя. Вот эти четыре класса вы всегда будете иметь. Как бы вы ни образовали, вы ни воспитывали, перевоспитывали, вы не избежите этих четырёх. Да-да-да. И каждый должен находить себя в этих четырёх. Кто он из этих врождённых в свою природу найти? Никакого престижа и сравнения не должно быть, что вот это плохо, это хорошо. Вот плохо не хочешь, но хорошо быть, скажем, священникам. Вот эти вещи не должны противопоставляться. В времена сделали серьёзную ошибку, в Советском Союзе серьёзную ошибку в образовании допустили. Стране нужны были инженеры одно время. И государство, оно стало привлекать молодых людей в политехнические институты, где есть льготные стипендии, льготные поступления, конкурсы, то есть повышенные стипендии, ну, какие-то льготы стало предоставлять. И масса-масса людей пошли в эти институты ради льгот. Не ради призвания, да, как такого, а ради льгот. Ради престижа. Я инженер, это было модным инженером. И в результате страна получила очень большое количество плохих инженеров. И то же самое было в сфере медицины, медицинский институт. То же самое. Врачи в стране. Тоже льготы, престиж, подняли это всё с реставрацией информации, и лавина пошла туда. В результате мы получили много дипломированных плохих без призвания врачей, понимаете? А теперь, что не врач, что бизнесмен, понимаете? Вот как всё это пыталось. Вот в этом мире, где престижны только деньги, люди никогда не найдут своего призвания. Знаете, я... Спасибо вам огромное. Я прочла такое потрясающее определение ведическое, кто такой образованный человек. И мы-то полагали это множество дипломов. И вдруг я столкнулась с тем, что образованный человек это тот, кто знает, как стать счастливым. Вот это определение мне просто, знаете, потрясло, потому что оно абсолютно в точку бьёт. И действительно, вот эти ненужные стандарты, они отягощают наше сознание. И дети, замороченные вот этой информацией, они не могут определиться в этом мире. Спасибо вам большое. Очень ценная информация. Вопросов так много, что я прям отбивалась от вопросов, так что я буду последовательно задавать. Евгения, 12 лет, город Ростов-на-Дону. Надо ли заставлять детей верить в Бога? Не лучше ли было бы, чтобы человек сам решил, когда вырастет, верить в Бога и в какого Бога? Просто девочка посмотрела передачу, где достаточно жёстко, так сказать, навязывали Бога и даже сказали, что вы умрёте. И она напуганная после этого такой вопрос задала. Да, да. Вот ребёнок спрашивает, да. Это то же самое, как взять пистолет, приложить его к чьей-то голове и сказать «люби меня, люби меня, люби меня». Да, да, да. Нет, это не духовный метод. Да, да. Это больше относится к сфере политики, я думаю, когда религия политизирована. Тогда заставляют влюбить какую-то религию из-за политики. А религия это в сердце то, что учится, это любовь. Это внутренняя энергия, которой вы подчиняетесь спонтанно, невольно, так же, как вы влюбляетесь, скажем, так же, как вы стремитесь к знанию спонтанно, невольно. Вы хотите правду слышать спонтанно, невольно, вы хотите жить в чистоте, спонтанно, невольно. Нам нужно просто показать друг другу, что такое настоящая любовь, настоящая чистота, настоящее здоровье, настоящее счастье. вот этому детей нужно обучать. А у всех и спонтанное стремление к Богу, как к чистоте, как к любви, как к здоровью, как к счастью. Потому что Бог как раз вот эти вот все самые лучшие слова вместе взятые будут называться Бог. А то, кто вас пугает адом, это больше для людей, может быть, какие-то невежественные или политизированные. Это время уже как бы проходит. Мы уже к категории людей не относимся, а мы ждём доброту, любовь, знания. Вот такими методами. Спасибо, спасибо большое. Сейчас действительно очень многих людей это вводит в заблуждение. А тут вопрос прямо от ребёнка. То, что спасибо за ваш развернутый ответ. Итак, Бог — это любовь. Спасибо. Кукушкина Анфиса, кандидат исторических наук, профессор, академик. Вопрос такой, Александр Геннадьевич, так сложилось, что каждое предыдущее поколение критикует последующее. И в том числе и те тенденции, которые наблюдаются в современном образовании. Вот на днях она цитирует ваши слова, в одной из лекций сказали, критикуй, но критикуй и предлагай. Предлагаешь, бери ответственность и действуй. Какие шаги на сегодняшний день были бы, на ваш взгляд, наиболее действенными? Как могли бы мы одухотворить наше образование? Ведь изобилие новых предметов и технологий не дают возможности подрастающему поколению проявить свои лучшие качества. Ну и сориентироваться в своей природе. Вот этот вопрос тоже был. Длинный вопрос. Может быть, что-то уточнить? Не нужно никаких экспериментов. Сейчас вы меня спрашиваете. Я не хочу, чтобы вы делали какие-то эксперименты, не хочу им давать пищу для экспериментов над людьми. Вот такое попробуем образование, и мы поколение теряем разумных людей. Вот такое теперь давайте попробуем образование. Опять у нас что-то не получается. Эксперименты на этой жизни не нужно делать. Нужно точное знание. Точное знание. А образование начинается с познания самого себя. Вот тут вы не ошибаетесь. Вот тут не будет экспериментов. Познать самого себя. Постяжение самого себя. Да. Образование начинается с постижения самого себя. То есть учитель, прежде всего, должен быть сознающий личность у себя. самосознающий личность. Если он просто находится в какой-то иллюзии, если он тоже работает ради денег, ради карьеры, ради престижа, ради личного своего счастья, если он не очень заботится о других, то он ничего не скажет полезного. Это будет эксперимент над вами. Если вы ради его карьеры учитесь у него, если вы ради его успеха учитесь у него, понимаете, не ради того, чтобы получить благо о себе, знать о себе, а ради лично кого-то, вас просто используют. Тонко или грубо, вас просто используют. Мы уже говорили, что учительство это материнство и отцовство. Это бескорыстное должно быть. Поэтому познавайте самого себя. Вы есть то самое бескорыстное начало внутри себя. Найдите его. И вот тогда вы будете сами счастливы, научите других многому. Итак, чистый мотив бескорыстия, то есть развитие вот такого отцовско-материнского начала, в первую очередь познать самого себя. И тогда этот мотив чистый и всё получится. Я есть частичка божественной любви. Я есть бескорыстная душа. Вот кто такой я в итоге, в гудыне. Вот это нужно познать в себе. Каждому. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос от Владлены. Она врач-магистрант из Алматы. Интересный у неё такой вопрос. Она говорит, у меня в процессе обучения всегда креативный подход. Но некоторые преподаватели этого не любят. Они действуют строго по шаблону. Я вижу в этом проблему у преподавателя. Отсутствие желания принять другое мнение. Вот она спрашивает, как ей быть вот в этой ситуации. Она как действует, сказала? Креативно. Она всегда в обучении, в обучении творчески, да, действует. Но преподаватели действуют по шаблону. И она чувствует, что её мнение не принимают. Я так всю школу провел безмолвно. Безмолвно. А что вы делаете, если у учителей есть своя проблема? Я знаю, что такое учителя в современных заведениях. У них есть программа чёткая, которую они должны выполнить, отчитаться перед управляющими органами. Они ничего не могут сделать. Они сами как бы научат системы. Вы их не обвиняйте, пожалуйста. Просто терпите это. Вам нужны кроме преподавателей ещё наставники, которые в эту сторону поддерживают. Не ждите это от учителей в школе. Будьте снисходительны и добры к ним тоже. Они тоже жертвы этой системы многие. Тут нужно возмущаться или революцию поднимать. А скорее нужно найти себе наставника сердца. Не каждый человек будет таким наставником сердца. Это вам нужно искренне искать такую жизнь. Если вы искренне, вы найдёте обязательно. То есть получается, есть часть этого мира, которую мы должны просто принять как данность, то есть условия этого мира материального. Терпеть. Называется терпеть. Терпеть. Скажу вам три вещи, которые вам помогут в любой ситуации. если вы видите, что есть проблема от какого-то человека или от группы людей, то вы можете как бы повлиять на них, дать какое-то знание, скажем, объяснить, что хорошо, что плохо, чему-то научить, чтобы проблемы не было. Так? Первый вариант. Второй вариант. Вы видите, что проблема от вас самих исходит. Ну, в силу какого-то характера вы тоже можете создавать проблемы. вы себя над собой работаете. Второй вариант. Первый вариант. Вы справляете окружающих. Второй вариант. Вы справляете себя. Третий вариант. Если проблема существует независимо от внешних людей или от меня самого, она просто существует независимо, никто не виноват, я это терплю. Вот это обучать других, обучать себя и терпеть. Вот так вы любите любой цели постепенно. Не всё будет у вас выслано ровная дорога в жизни, понимаете? Препятствия обязательно будут. Вы должны знать эти три вещи, как быть в этих трёх ситуациях. И терпения нужно достаточно много в жизни. Бесценный совет, потому что, мне кажется, вы сейчас дали универсальный совет, как вообще делать вообще в этой жизни. То есть в любой ситуации как поступать, руководствуясь вот этими тремя вещами. Спасибо большое. Галина, филолог, учитель из Караганды. Можно ли учителям наказывать тире, воспитывать детей и каким образом? Вот такой вопрос, непростой. Наказание? Да. Потому что они же бывают ведут себя безобразно. Вот она учитель. Ну как это сделать правильно? Когда я учился в школе, мне отец подарил собачку. Породистую лайку северную. Я ее, как сейчас, помню. Вот. И, конечно, мы были большими друзьями. Я сразу купил книжку специально как обучать собак. Как ее дрессировать, как их собаку сидеть там, лежать ко мне рядом. Вот я хотел, чтобы она была такая очень умная собака. И, кроме того, там было написано, что собака маленькая, она будет гадить в квартире. Ну, дети, они тоже шалят. Так ведь, они маленькие, они упрекаются и кладут, что, кажется, двери не для того, чтобы на них кататься, а чтобы просто закрывать и открывать. Так? А они думают кататься хорошо на дверях. Это дети. Да, да, да. Вот их такое воображение, вот такая природа. И там говорится, как ее научить не гадить дома. Оказывается, не так сложно. То есть, вот собака нагадила, и вы ее берете за шиворот и носом в эти испражнения раз, два, три, тыкнули, все, и показали потом место, где она должна это делать. Все, одного раза достаточно, чтобы собака это поняла. Она будет ходить только туда, в тот ящичек, куда вы ее поставили. Все хорошо. Но, есть одно но, одно но. Если собака нагадила днем, скажем, вас не было дома, вы приходите через два часа и видите у вас на ковре испражнение собаки, и пикаете ее носом, она ничего не поймет, что уже забыла. А, вот так. Вы становитесь врагом своей собаки. Она задает на вас злобу. Вот, будьте как-то осторожны. Это уже время упущено, все, она уже ни в чем не виновата. Интересно. Наказывать нужно только тогда, когда ребенок сознает свою ошибку. Причем наказывать сильно тогда и не нужно, потому что он уже сам себя наказывает. Достаточно увлечить его и дать понять, что это плохо. И когда он сознает, что это плохо, он уже наказан. А если он знает, что это плохо, но продолжает делать это, вот тогда нужно наказывать. То есть, когда он знает, когда он и осознает, и делает, тогда наказывает, да? Мы наказываем для того, чтобы развить его сознание, а не для того, чтобы напугать его или просто выдрессировать его, а чтобы разобрать его сознание. Почему? Почему он наказывает? За что он наказывает? Почему все недовольные? Есть причина в нем. Вот он находит причину в себе и так познает себя. Чего я? То есть, наказание тоже есть смысл, да? То есть, когда кто-то действует, социально опасные дети, допустим, если они там геруты, могут, знаете, дети в играх могут себе пальцы поотрубать, случается такое. Да? В школах на переменах такой дверью палец отрубили ребенку. Это социально опасные, агрессивные такие дети. Вот. Специально работают учителя, психологи, иногда их заключают из школы, потому что их невозможно просто перевоспитать. Есть такой материал, который не поддается воспитанию. Это дети, которые зачатые в вожделении в сильном. Родители. Они вот такими рождаются, их очень трудно потом воспитывать. И всё же сознание можно возвысить постепенно, если заниматься специально этим ребенком. Бывают трудные подростки, вы знаете. Есть колонии для малолетних детей. То есть, это всё касается этой темы трудных детей. Но суть в том, что человек должен осознать, тогда он справляется. Спасибо. Я думаю, это вообще отдельный вопрос. Он настолько непростой. И действительно, сейчас дети рождаются настолько, как сказать, отягощенные кармой, тяжелые. Спасибо большое. Ильяс из Кокчетава. Неравнодушный родитель, я бы сказала, общественный деятель, блогер. Он спрашивает. У него две дочери растут, поэтому у него вопрос такой. Массовые аборты у несовершеннолетних происходят из-за нравственного упадка, как в навещающем контенте. То есть интернет имеется в виду телевидение, так и из-за отсутствия духовного воспитания в школах и семьях. Однако вместо того, чтобы организовать уроки по целомудрию, сейчас пытается введением школьного сексуального просвещения с четвертого класса решить этот острый вопрос. И у него такой вопрос. Кто стоит за этим? Преследуется корысть или что-то другое? Очень такой тяжелый вопрос, очень актуальный. Это называется компромисс. Компромисс за компромиссом. То есть я, допустим, управляю обществом. И я вижу, что общество, нравственность общества падает. Падает. И при этом у меня нет знаний, как повысить нравственность в обществе. Вот тогда я принимаю вот такие меры. Искусственные меры. Компромисс. Как ювенальная юстиция, то же самое, да? То же самое. Я не знаю, как правители скажем, как создать хорошие семьи, крепкие браки, как верность в семье, крепкую создать, чем ее создать. Я не знаю. Поэтому я создаю новые законы, которые идут на уступки. Это называется ювенальная юстиция. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Потом однополые браки тоже не конфиксируются. Уступка, это компромисс. Общество становится беспринципным. Поэтому мы не ждем от общества. Оно сейчас в тупике находится, что они возвысят нашу нравственность, нашу духовность. Нет в обществе таких ресурсов, в управленческих кругах. Нет. В образовательных кругах официальных нет. Теперь мы возвращаемся к людям. Вы должны сами индивидуально не соответствовать за свою жизнь, за свою семью, за своих детей. Сами их возвысят. Те принципы, которые они в семье получат более всего влиятельные. Не в школе, а в семье. Для этого мы должны быть очень чистым, хорошим примером. Вот так мы возвысим нашу культуру. На компромиссах мы не сможем поднять нашу культуру. Нужны крепкие семейные традиции. Спасибо. То есть нам надо всем начать с себя. Верно. С отношений в семье. Каждый родитель. Каждая семья, да. Достучаться нужно к каждой семье. Потому что у нас сейчас такая тенденция всё время общество менять, что-то в обществе менять. А внутри семьи у нас там просто очень тяжёлая ситуация. Спасибо вам большое. Алина, преподаватель, она преподает по методу Штайнера. Мама живёт в Италии. Она спрашивает. Дистанционное образование несёт в себе формальные знания. Все это понимают. Оно не даёт чувства коллективизма, чувства локтя и связи учителя с учеником. Нет сотрудничества. Что в такой ситуации учитель должен делать? Особенно в младших классах, где отсутствует процесс воспитания ребёнка и связи с учителем. Это называется индивидуализм. Форма эгоизма, запнутости. Мы все становимся аутистами, видите, сейчас. Да, сейчас такая тенденция. Мы уже стали больными людьми, раз у нас такие формы образования. Потому что форма образования может быть только одна. Это личностная передача знаний и качеств. Это не автоматы, не какие-то тесты механические. Это личность учителя, которая является примером, наглядным примером. Без примера, как говорится, поступки сильнее слов. Вы должны видеть перед собой пример учителя, а не просто его слова или формулы какие-то запоминать. Это называется древним и на санскрите ачар-прачар. То есть два способа обучения, не один, два способа. А прачар означает, что мы говорим. Прачар означает говорить или проповедовать истину, нести людям. Но это не сработает без ачар. Ачар означает поведение. Поэтому должен быть живой учитель, живой ученик. Есть ачар и прачар. Вот только тогда общество будет впитывать какие-то ценности настоящие. Мы не должны воспитывать механизмы, запрограммированные компьютерные мозги, которые хорошо могут запоминать и отвечать на какие-то вопросы. Нет, еще люди должны быть у высоконравственного поведения при этом. Мы даем высшее образование, а человек может оставаться негодяем при этом. Да, это очень серьезный момент. Культурное сочетание негодяйства и высокого образования технического. Это значит общество негодяев, представьте, образованных негодяев. Еще и образованных. В этом смысле что лучше, образованный негодяй или необразованный негодяй? Вот лучше все-таки негодяй тоже необычный, понимаете? А если уж образованный, то не должен быть негодяем. Это опасное сочетание. Спасибо большое. То есть опять каждый из нас должен стать образом в своей семье и личностный подход. Спасибо большое. Константин из Москвы спрашивает, какой самый важный опыт родителей должны передать ребенку? Это ощущение блага от добрых дел, он предполагает, или взаимодействие со счастливыми взрослыми, действующими с принципом изобилия. Ну вот у него по сути и ответы есть в вопросе. Вот такой вопрос. Ну неплохо. Вы говорили о каких-то благочестивых делах это неплохо. Я хочу ответить вам по высшему стандарту. Я принимаю все хорошее, что вы скажете, любую вещь, но также я беру смело на себя утверждать, что все хорошие вещи без поддержания высшего принципа придут в упадок рано или поздно. Они утонут, все равно утонут, они смочатся этой водой материальной корысти, материальных условий, человеку волк в этой борьбе. Мы можем потерять все самое хорошее, понимаете? Поэтому высший принцип, который поддерживает постоянно те лучшие качества людей, это любовь к Богу. Это то, что забыто сейчас в обществе людей. Любовь к человеку есть, любовь к животным есть, любовь к природе есть. Но почему если мы все это имеем и страдаем продолжаем? Потому что нет поддерживающей силы. Главное того, что есть источник всего этого, источник всех живых существ, источник людей, источник животных, источник растений, источник религии. Это божественное начало. У нас с ним потеряна связь. Вот почему падаем. То есть гунной благости недостаточно? Недостаточно, потому что гунной благости падает выше. Это ступенька, что подняться выше, это не цель, это средство. Это ступень, достаточно хорошая, но ступень, да? Спасибо большое, спасибо. Марика, студентка, молодая мамы из Алматы. У нее потрясающий вопрос, почему сейчас так много учителей, и как понять, что учитель истинный? Учитель? Много учителей, потому что есть потребность в этом. Если есть потребность у людей, то этим могут заинтересоваться разные люди. Многие могут выдавать связи учителя, потому что это выгодно сейчас, модно, на этом можно что-то заработать, иметь последователей, деньги. Но учитель не должен быть заинтересованным в этих вещах, настоящий, подлинный. То есть учитель должен три вещи представлять из себя. Его слова, мысли и поступки должны служить Богу. Не ради последователей, не ради власти, а они должны быть бескорыстны, служить Богу, связанные с Богом. его мысли, речь и поступки. Так вы найдёте настоящего учителя. Потрясающе. Это абсолютно точно ответ к критерии, каков учителя. Запутаться можно. Сейчас есть оши, сейчас есть то, сейчас всё. Очень много гуру, как понять. Спасибо вам, огромное спасибо. Я думаю, сейчас многие получили ответ на свой вопрос. Багдад, докторант, преподаватель, мат двоих сыновей, спрашивает из Караганды, как сохранить любознательность в ребёнке. Ага, да, право, дети любознательные по природе. Да. Ну, если вы способны отвечать на их вопросы, то их стремление к знанию никогда не остановится. Становится тогда, когда ответа нет. Есть у Зопа такая басня на этот счёт, когда лисица прыгает за виноградом, помните. И вот какой этот виноград лисица не может достать от него. Но вот она спрашивает, 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 спрашивает ответа нет, нет и нет. В конце концов он к нему теряет интерес и даже критикует, говорит, а что толку от него, оскомен, только набьёшь, наверное, он кислый и убегает. Да, да, да. Вот и он спрашивает, откуда я, да, а в чём смысл жизни, а ему никто не отвечает на эти вопросы. И он поэтому критикует поэтому если нет этого процесса вопросов-ответов, мы теряем к этому интерес, а на самом деле должны всю жизнь спрашивать и слушать и также учить других. Это очень интересный, захватывающий процесс, если есть ответы. То есть детям надо искренне, честно и правильно отвечать на их вопросы? Совершенно верно. Их нужно связать с тайной жизни. Есть тайна жизни. Да, да. Бог это тайна жизни говорится. вот эта таинственная жизнь должна быть у каждого человека. Потрясающе. Спасибо большое. Спасибо. Связать всё с Богом. Асиля Джанова, в чём ценность духовного образования? Вот такой важный вопрос. Ну, если так инструктивно ответить, духовное образование включает в себя высокую нравственность и материальную квалификацию. Две в одном. Это её особенная ценность. не только она даёт навыки профессиональные, но она высоко нравственного человека воспитывает. Поэтому ценность великая. Мы получаем высоко образованных людей духовное образование. С достойными качествами и при этом профессиональными навыками, материальными тоже в том числе, да? Да, духовное образование, по сути, если практически посмотреть на это, чем оно отличается от недуховного образования, лишь тем, главной чертой. Главное, если всё свести к главному моменту, то оно воспитывает профессионалов и честных людей. Вот и всё. Честного человека. Вот это сильное отличие, потому что сейчас кругом столько мошенничеств. Каждый использует свою профессию как дойную корову ради личной выгоды, ради личной карьеры, ради... Ну, собственно, мы склонны эксплуатировать друг друга, если имеем какое-то преимущество над другими при помощи образования, знания, или власти, и мы начинаем использовать это для себя. Это не духовное образование. Духовное образование означает, что чем выше вы поднимаетесь, тем больше вы помогаете другим людям. Вы честно это используете. Спасибо большое. Вы знаете, вы заметили сейчас такая тенденция, многие родители, мне кажется, даже осознанно не хотят взращивать в детях вот этих хороших качеств, в том числе честность, потому что боятся, что они потом просто станут узерами в этой жизни, их будут все обманывать. Они же даже осознанно говорят, лучше быть хитрым, лучше быть таким, надо в этой жизни крутиться, вертеться. Я их понимаю, но я хочу поправить одну вещь, в чём-то я с ними соглашусь, потому что честность есть в гуне благости, и честность в гуне невежества, то есть это наивность. Ребёнок гуляет во дворе, дядя подходит какой-то, говорит, где ты живёшь, мальчик? Здесь живу, а какая у тебя квартира, а вот такой номер, а вот у тебя мама, папа сейчас дома, нет, все на работе, ты один что ли? Ну пойдём, я к тебе в гости, в гости хочу зайти, и грабить его квартиру. Это называется наивность. Кошмар. Это не честность, это глупость называется. Это наивность. Я не понимаю, с кем он общается. Честность – это качество знания должно быть. Честность – это ответственность. Когда вы никого не обманываете, и вас тоже никто не может обманывать. Понимаете? Вас тоже никто не может, потому что вы полны знания и опыта. Честность в гуне благости должна быть. Тогда чего бояться? Учите. Но вы не можете научить, да, честности в благости, поэтому вы говорите, нет, не надо. Вы идёте на компромисс, иначе тебя обманут, если будешь честным. Вы идёте опять на компромисс, не зная, как человека сделать честным по-настоящему. Честность — это могущество. Это могущество. Потому что вы не должны говорить просто какую-то правду кому-то, всем говорите себе, где вы ночуете и куда вы идёте. Вы должны говорить абсолютную истину, прежде всего, для людей. Вот на этой платформе мы уже начинаем быть честными, потому что без Бога о честности речи быть не может. Воры тоже собираются, однограбленные одели, и говорят, мы сейчас честно всё поделим. Очень честный народ. Честность. Они там, но между собой не честный народ. Видите, тоже честный народ. Это относительно... Слаброзная честность, да. Но если мы понимаем, что всё принадлежит Богу, говорим об этом другим, вот это уже платформа честности. Уже меньше людей будут воровать, понимаете, друг у друга, потому что у нас здесь ничего нет в этом мире, и мы тут временно всё пользуемся этим. Это честное знание, открытое, правдивое знание. С этого нужно начинать, с абсолютной истины, опять же, с самоосознания. Кто я в этом мире? Что мне принадлежит? Да. Иначе, когда Иисуса спросили, как поделить наследство, как там поделить имущество, там разводное, там ещё что-то, как вот это. А Он говорит, да не буду я делящим. Не об этом Он пришёл говорить вообще. Не об этом нужно говорить сейчас. Нужно говорить об абсолютно честности. Спасибо Вам большое. Есть, я думаю, повод очень серьёзно подумать, задуматься. Спасибо большое. Мурсултан, врач, преподаватель из Петропавловска. У него личный вопрос. Он говорит, я окончу медицинский вуз, но сейчас понимаю, что иду в сторону другого вида деятельности. И как мне понять, что я это делаю по велению своей души, или они из-за желания большего заработка? То есть он даже внутри себя пытается понять, куда же он идёт-то, каков мотив. То есть та деятельность, которую вы хотите делать даже без денег, это и есть ваша природа. Вот вам не платят. Вас даже не просят это делать, а вы хотите это делать как хобби, знаете, в тайне, для души, так сказать, да, вот у вас призвание. Вот это и есть ваша природа. Но я согласен, что в нашем современном мире иногда вы должны просто зарабатывать деньги. Неважно как, просто чтобы жить, зарабатывать деньги. Это тоже иногда приходится делать. Поэтому работайте на любой работе, лишь бы как-то выжить. Но в тайне делайте что-то бескорыстно для Бога, в соответствии с вашей природой. Это будет ваша удача. Думается, что вообще мужчинам, согласно Тхарме, желательно, да, то есть работать, даже если это не всегда соответствует его природе, чтобы семью прокормить. Да, мы всегда это не обсуждаем. Просто что-нибудь делайте, хоть грузчиком работайте, лишь бы семью поддержать, это нормально. Ради поддержания этот долг. Хорошо, спасибо большое. Айжан Алжанова, преподаватель. Как преподавателю не потерять творческий подход и вдохновение передавать навыки, умения ввиду загруженности отчётами, бумажной работы и так далее? Не знаю, как в такой ситуации не потерять, если там только бюрохождение, я не думаю, что это будет вам легко. Но и всё-таки, если вы в сердце как бы связаны с Богом, по-настоящему, вы всё же будете радостным, позитивным человеком, даже в такой трудной ситуации. Ну и так же думайте, что вы, наверное, не случайно попали в такую ситуацию. Ну судьба такая, видимо, да? Сегодня такая ситуация, что брак проклят, учителя прокляты, доктора прокляты. Видите, самые важные звенья общества, мы бедствуем. Доктора бедствуют настоящие, учителя бедствуют. Семейные люди страдают сильно. Хотя всё это должно быть на высшем уровне, но в наш век всё это упало. Наша ещё задача — поднимать. Наша задача. Мы должны сейчас понять свою роль, да? Если мы сейчас, ну представьте, сейчас как война идёт, война как будто будет. Информационная война, духовная война за человека, за личность, за нравственность, за любовь. И эта война означает, что теперь военное время, и мы не рассчитываем на комфорт. Во время войны мы не думаем, в окопе должны жить сейчас, понимаете? На кочке должны жить. Вот в одном месте приночевали, в другой идём. То наступаем, то отступаем, да? Вот сейчас мы в таком положении находимся. Мы строим будущее, основу для новых поколений, потому что мы сейчас уже упали. Уже упали. Нам сейчас трудно рассчитывать на нашу полную, счастливую, безмятежную жизнь. Наша жизнь будет счастье в том, что мы будем преодолевать себя и жертвовать собой. Я вам открыто это говорю. Комфорта не ждите. Будет нелегко, он — это будет высокий путь. Герои, герои живут все. То есть нам, учителям, нужно понять, ну, во-первых, мне прямо эта фраза очень-очень откладывается в сознание, что комфорта не ждать. Ожидание не должно быть, что вот когда-то всё будет комфортно, замечательно, с претензиями не бегать, что вот всё, правительство опять неправильно что-то сделало. То есть, потому что за нами будущее получается. То есть, получается, мы должны вложить. познавать себя. Если вы заслужены, воспитаете одного чистого человека, вашу жизнь будет успешна. Спасибо большое. Потому что, мне кажется, сейчас настолько престиж в сфере образования упал, что люди, ну, окончательно забыли об этом. Хотя я знаю очень много учителей по призванию, просто настоящих преподавателей от Бога, и они действительно жертвуют собой. Спасибо, спасибо большое. И знаете, вот по этому поводу хотела сказать, что когда у меня вот эта бумажная рутина наступает, я обычно стараюсь вот как сказать, вот я чувствую это, как буря в стакане воды. И я чувствую, моя задача, как сказать, максимально подальше от этого оказаться, чтобы меня не втянуло вот в этот абсолютно никчемный, ненужный круговорот событий. Я прям чувствую, как сказать, что это просто временно, просто надо это сделать и забыть. То есть, не вовлекаться в этот процесс. Но с большой радостью я захожу в аудиторию. То есть, там, где студенты, там, где жизнь. Вот это моя настоящая работа. И всё остальное, это просто часть процесса, как сказать, ну, как это говорится, побочный эффект. Я не знаю, вот как у лекарств это бывает. Поэтому, спасибо большое. Ольга, преподаватель, мать троих детей, Калининград. Как наставлять уже взрослых детей, которых не родили и не воспитали в духовности? Важный вопрос. Да, да, да. Бывает, что поезд уже ушёл, случается и такое. И всё же каждый человек склонен повернуться лицом к знаниям духовным при четырёх обстоятельствах. Например, например, он испытывает сильные страдания в жизни. Ну, представьте, болезнь какая-то. Не шуточка. Да. Практически все люди, практически все люди в такой ситуации обращаются к каким-то знаниям. А часто к Богу обращаются. Да. Как вулгаков говорил. Может быть, атеистов, но если у вас саркома лёгкого, вы идёте и к гадалкам, и к шарлатанам, и к мистикам, и куда угодно, и всего, ну, вы готовы во всё, что угодно поверить. Видите, при таких обстоятельствах человек может повернуться к Богу и знаний найти. Это страдающая категория. Другая категория, когда нужда заела, вот как рыба облёт, хотя честно, тружусь, но нету мне ни копейки, семья большая, ну, просто мучительно жить, да. Эти люди тоже могут повернуться к знанию, что за жизнь, почему и как, да. Вообще, как оно устроено, тут вообще можно честно прожить или нет вообще. Или человеку Бог по-настоящему, давайте разберёмся. Вот он может читать книги там или что-то ещё, спрашивать кого-то. Третья категория, это люди не страдающие, не нуждающиеся, а любознательные. Любознательные. Да, это причина интересная, когда вы любознательный человек, поэтому вы интересуетесь естественно, да, ваш интеллект требует этой пищи. Вы читаете, изучаете, при этом у вас нет, если вы любознательный, у вас нет предубеждений, вы читаете священные писания, философские труды, вы всё, где есть хорошие вещи, отовсюду берёте хорошие вещи. Вот, вы такой человек широкого, как бы, вот кругозора получается, любознательный человек, вы не фанатик. А четвёртая категория, это высшая категория из этих четырёх, которая обращается к Богу. Это люди, ищущие абсолютную Иссуну. Их очень мало вы найдёте в жизни. Если найдёте, вам крупно повезёт. То есть, так или иначе, обстоятельства их вынудят обратиться к истине. Да. Если у них есть запас благочестия, они так или иначе повернутся к истине. Если нет, они станут, может быть, преступниками, или всё-то в этом будет. Или паразитировать в обществе будут. Это другая категория людей уже. Неблагочестивые. Это благочестивые люди, будем сейчас перечислить. Они благочестивые, они могут стать негодяями, могут стать очень плохими, нарушать законы, эксплуатировать. Диктаторами могут стать, преступниками могут стать большими. Спасибо. Спасибо большое. Очень ёмкий ответ. Жанбута, магистр, специалист из Караганды. На какие сферы жизни должна ориентироваться, по Вашему мнению, школьная система образования при обучении детей? На что обратить, больше внимания? На какие сферы жизни? Как я думаю, что школу сейчас мы не можем изменить, потому что это же система. Я так понимаю. Она не даёт нам даже времени на какие-то новаторства, может быть. Но в чём я уверен, да, абсолютно, даже в такой жёсткой системе уже, да, где вот невозможно что-то вот кардинально менять, непозволительно, всё же ключевую роль играет личность педагога. Личность педагога. Потому что это достаточно нескольких минут откровений, чтобы пробудить в учениках вот это вот сокровенное, понимаете, на всю жизнь останется. Вот минуту можете такую иметь, сокровенную, да, в классе, в какой-то момент. Я помню нашу учительницу по математике, которая на классном собрании, когда пригласили всех родителей, когда она выступала и говорила о нас, мы плакали. Как она, оказывается, заботилась о нас, как она любила нас, как она беспокоилась о нашем будущем. Когда она это проявляла, мы понимали, что мы нужны кому-то, это не просто учитель математики, это настоящий учитель, она живёт с нами, она понимает нас. Учительница по русскому звуку была, так мы вообще чуть не умерли, когда она ушла из нашей школы. А когда наша дефекторша умерла, инвалид Великой Отечественной войны, плакали все и дети, и старики, и родители. Это были такие минуты, понимаете, это были минуты всего между какими-то занятиями, вот этими двойками, тройками, четвёрками, пятёрками, ещё была личность, понимаете, вашего педагога. Это было что-то сокровенное, что-то самое-самое улучшенное, что потом можно опираться, всю жизнь. Поэтому я уверен, что главный играет всё же в любой системе, вот эта личность, педагога, его духовная составляющая, внутренняя, его отношение к этим ученикам, понимаете, не даже ни сам предмет, ни сама система. Потому что они это всё могут забыть, они могут забыть и математику, они могут забыть и физику, а вот эту личность не забудут никогда, которая сыграла в их жизни вот эту роль, сокровенную роль. Спасибо вам огромное. Вы знаете, сейчас настолько постоянно, вот нас, например, натаскивают, вот мы преподаватели, нас натаскивают на профессиональные навыки какие-то, всё время требуют ещё повышения, ещё повышения, всё время, бесконечные курсы повышения квалификации. Но квалификации души, то есть вот таких курсов у нас как-то, как-то не делают. И личностные качества, я даже не припомню, чтобы профессиональные, всегда только профессиональные, к великому сожалению. Хотя то, что вы говорите, это абсолютная истина. Спасибо, спасибо огромное. Айгуль Бакирова, юрист из Астаны, в законе об образовании Казахстана есть такая строка «Свобода образования». Как понимать свободу образования? Есть ли разница между правом на образование и свободой образования? А что такое свобода образования? Объясните. Так вот она и спрашивает. Я думаю, что, знаете, она подразумевает, что в будущем уже дойдёт до того, что ученик уже может выбирать, хочет он учиться или не хочет он учиться. И вообще, то есть это, в принципе, его выбор. То есть она вот побаивается, что в конечном итоге завершится вот этим всё. Вот представьте, древние изучили этот момент уже, да, человеческой природы, он хорошо описывается древними, хотя это знание сейчас трудно извлечь оттуда, многим. Понять просто трудно. Но знание есть. И там нужно, скажем, птицу нужно обучать летать. Запрягать в телегу, пожалуйста, птицу, не запрягайте в телегу. Птица должна летать. Рыбу не нужно обучать бегать, она должна плавать. То есть там говорится о природе человека, вы должны знать, кого, как обучать. До 12 лет дети все учатся вместе. с пяти лет начинается образование, с пяти лет ведическое, до 12. Это общее образование, где описывается для них самопознание, абсолютно истинно, различные искусства. Это могут быть также языки. В 12-ти годах они могут знать разные языки, математику, ну, такие вот вещи, духовные, духовные уклады уже могут. А уже с 12 лет дальше идет профессиональное образование. Разное, разное, они по-разному уже идут. Категория. Кто-то идет в труд, где руками что-то можно мастерить, изобретать или делать какие-то искусства. Кто-то идет в банковское дело, земледелие, в какой-то там производительные какие-то классы идут. Кто-то идет в администрацию, обучается руководить, организовывать что-то. Кто-то идет уже в интеллектуальный слой, ученых, психологов, скажем там, не знаю, философов или духовников. Вот это разделение должно быть, потому что рыба бегать не сможет, а птица не сможет таскать какие-то телеги, понимаете? То есть уже природа должна быть занята. А до 12-ти получается общеобразовательный проект. Все будут счастливы, понимаете? Их не нужно сталкивать, да? Птица не должна соревноваться с лошадью. Вот какая. В природе же этого нету, да? Удивительно. У нас есть. Они сейчас, мы утратили это знамя. Но вы же, как преподаватели, вы же видите, что все ученики, которые не интеллектуальны по природе, они сидят на задних парках и там чертят что-то, вырезают что-то, на парках. Им бы резать руками что-то, мебель делать, и им были бы счастливы. Они там их посадили, их ругают постоянно. Двоечник такой-сякой, понимаете? Или они, например, прекрасно бы торговали, просто прекрасно, у них бы все уходило. Мастера должны быть успешные, счастливые люди, а мы их уезжаем, мы их сравним с отличниками, понимаете? Птицу с рыбой начинаем сравнивать, у них разные природы. Вот это мы потеряли с вами. Спасибо вам большое. Сит Ханри Симха и Рас Акрида из Влиндавана спрашивают, наблюдая за школьниками, подростками, студентами, понимая, что в целом культура общения, интеллект, и всё деградирует, хотя почти вся молодёжь учится в тех или иных образовательных учреждениях. Складывается ощущение, что образование — это одно, а реальная жизнь — это другое. И как преодолеть этот разрыв и связать образование с жизнью? Вот такой очень практичный вопрос. Тогда я должен спросить вас всех, и вы должны об этом подумать. Я могу сейчас и не сказать специально ответ на этот вопрос. Вы должны подумать сами, что такое реальная жизнь? Вот подумайте об этом. Я намекну. Я намекну одну вещь, что мы с вами, каждый человек, кто бы он ни был, школьник, учитель, не знаю, президент страны, кто бы он ни был, любой, богатый, бедный, он отвечает в этой жизни за свои слова и поступки. Перед кем отвечает и как это устроено? Подумайте, что это за реальный мир. Вот тогда вы всё поймёте. У нас у каждого одинаковая ответственность перед Богом. И мы все перед смертью равны. Подумайте, что такое реальная жизнь. Подумайте сами, дайте ей определение. Вы меня спрашиваете? Я для всех это говорю, все, кто нас сейчас слушает. Реальная жизнь, я думаю, не каждый. Хорошо. Хорошо. Ну вот такой, потому что и вопрос такой, глубокий, и ответ такой. Итак, нам всем следует понять, что на самом деле представляет из себя реальная жизнь. И кто я в этой реальной жизни? То есть каково моё место, кто я в этом мире? То есть очень важно это понять, и тогда ответ будет понятен. Потому что для кого-то реальная жизнь — это какие-то, ну я не знаю, вдруг бандиты, вдруг нападения, вдруг тебя обманут. Вот он так понимает реальную жизнь. Для кого-то реальная жизнь — это, ну я не знаю, от тебя профессиональные навыки требуются. То есть в разных гунах могут понимать это, допустим. А нам нужно понять, что на самом деле происходит в реальной жизни. То есть что такое материальная жизнь, да? Спасибо, спасибо большое. Вы знаете, у нас 5 минут, и у меня есть… Я начала со своими вопросами и хотела бы завершить своим. И если будет возможность, мы что-то из ленты посмотрим. Потому что вопросов очень много. У меня вопрос такой, очень-очень меня волнующий. Вы знаете, вообще вся эта жизнь, в которой я проживаю, и особенно преподавание и материнство, оно меня научило одному, потому что нам не хватает сердца, нам не хватает души. Мы какие-то жадные, мы какие-то невеликодушные, во всяком случае, про себя могу это сказать. И поэтому, пожалуйста, рекомендуйте, какое качество нам, учителям, преподавателям, родителям, следует развить себе. И потому что о нас часто судят по профессиональным качествам. Большое подозрение у меня, что это вообще не есть мы, это не есть всё. У меня очередной вопрос. А у кого учатся учителя? У своих учителей. А те, у кого изначально? Кто учитель? И в итоге, в итоге к Богу. В итоге мы все к Богу, к абсолюту идём. Если мы все будем учиться у Бога, всё будет хорошо. Потому что Бог очень щедрый. То есть все великолепные качества, которые у него в превосходной степени существуют, нам следует учиться этому. Я скажу такую вещь, что все учителя, это класс людей, это высший класс людей считается в обществе, учителя. Все учителя должны учиться только у Бога. Из высшего и самого совершенного источника. У человека мы учимся, перенимая его ошибки, несовершенства, волей-неволей. Поэтому учимся и священных книг, и от святых людей. Это для всех учителей правило неизыблемое должно быть. Иначе мы станем обманщиками и будем обманутыми. То есть нам не следует бояться быть смелыми, не следует бояться быть честными в этой жизни, не следует бояться быть великодушными, не жадничать. Совершенно верно. Не нужно бояться. Вы должны быть бесстрашными, потому что вы знаете их. Бесстрашная профессия оказалась у нас. Тот, кто даёт знания. Спасибо большое. Сейчас я посмотрю какой-нибудь вопрос. Как сказать о смысле жизни ребёнку? Смысл жизни? Он понимает всё, что связано с любовью, ребёнок понимает. Всё, что с любовью. Если есть любовь, у ребёнка есть любовь. Для него мама и папа — это Бог. Вот на этой основе можно ему многое объяснить. Те, кто на уровне детей, им говорят «Бог твой отец», «Бог наш отец», он понимает и всё. Слово «отец» понимает. Вот если у него твой отец, вот это проблема. Это проблема. Тогда и Бог тоже плохой, понимаете? Вы знаете, в одной из лекций вы сказали, что вначале нам нужно научиться, вот чтобы вообще понять Бога, если не ошибаюсь, нам надо научиться, или вообще духовного учителя понять и принять, нам надо вначале принять учителя прямо в школе и принять своих родителей как гуру, первую гуру. То есть мы не имеем даже просто с простым, с самым обычным почтением относиться к собственным родителям. Может быть, вот с этого прямо начать нам? С простых вещей, которые очень затруднительны для нас. Тогда вы должны начать ещё с предыдущей ступеньки. Вы должны обучать родителей, которых будут уважать как представителей Бога. Тогда их нужно обучить этому. Родителей нужно обучать. Вы детей обучаете, это хорошо, но вы забывайте, что вы должны ещё обучать и родителей. Хорошо. Ну вот я думаю, целое… У нас 19 секунд просто осталось. Я поэтому, простите, завершаю. Спасибо вам огромное. Есть огромный материал для думания. Всего доброго за ваше щедрое сердце, за вашу мудрость. До свидания. Спасибо огромное. Всем удачи. Желаю. Спасибо. 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 Спасибо.